Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня, 10 мая, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Симеона, Павла, Иоанна, Николая, Сергия, Анастасии, Марии, Стефана. Мир и благословение Божье, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. В этот день Святая Церковь совершает память священномученика Симеона, брата Господня по плоти. После мученической кончины Якова, первого епископа Иерусалимского, вторым епископом в городе Иерусалиме был избран Симеон, память которого мы ныне и совершаем. Он был сын Клеопы, одного из двух учеников, которых по воскресенье Господь встретил идущим в Эммаус. Клеопа был родным братом Иосифа Обручника при Святой Богородице, потому Симеон и приходится как бы сродным братом Спасителю. После Вознесения Спасителя он был причислен к 70 апостолам, проповедовал Евангелие в Иудее, и видел смерть апостола Иакова. Затем 40 лет управлял церковью Иерусалимской. Во время разорения Святого Града Иерусалима в царствовании Тита Симеон удалился с другими христианами в город Пеллу в окрестности Иерусалима. Затем снова возвратился в Иерусалим и продолжал управлять церковью до тех пор, пока не начались гонения при императоре Трояне. Римляне особенно преследовали Симеона как одного из потомков царя Давида. Они боялись, что пеудеи, принадлежащие к царскому роду, не вздумали противиться кесарю и восстановить свое царство. Симеона взяли и привели к царскому наместнику Атику, напрасно старались склонить его от речься от христианской веры, употребляли для того сначала угрозы, потом мучения. Симеону было 120 лет, но, несмотря на старость, он твердо перенес страдания, его били прутьями, жестоко терзали, но святой старец не переставал исповедовать имя Христова. Наконец он был распят на кресте, оставшись верен Господу до самой своей крестной смерти. В последнее время все чаще и чаще обращаются люди с всякого рода фобиями. А что, если ювенальная юстиция придет и то-то, то-то, то-то? А что, если правительство нас зафиксирует на электронных носителях? И опять же, то-то, то-то, то-то. А что, если вот универсальная карта? А если антихрист? И порой человек оказывается в таком загнанном состоянии, когда кажется, что и опереться-то не на что. И произвол чиновников, и невозможность себя защитить, и хитрость, лукавство людей, у которых есть средства, которые просто могут элементарно проплатить какой-то заказ. и нужные люди в нужное время подпишут нужные бумаги, засвидетельствовав о том, чего и не было на самом деле. И в этом состоянии человек забывает о том, что он является членом Святой Соборной Апостольской Церкви. А в Церкви есть удивительный механизм. Механизм, который на протяжении двух тысячелетий показал свою выживаемость, несгибаемость, неуничтожимость, начиная с первых дней гонения на Церковь от Иудеев, например, и кончая нынешним временем, XX веком, когда вся государственная машина была направлена на то, чтобы уничтожить любую малую активность духовной жизни в человеке. Вот этим механизмом является обычная православная христианская община. Собственно, слово «церковь» одной из значений — это собрание людей во имя Христа. Когда человек ищет единого на потребу, он ищет то место или то общество, где будут единодушные люди. Ну как, по принципу подобное тянется к подобному. Так, собственно, в жизни всегда и все происходит. Рыбак рыбака видит издалека. Люди кучкуются по душе, по интересам. Наркоман к наркоману, вор к вору, депутат к депутату, музыкант к музыканту. Ну а любящий Христа, естественно, должен тянуться к христианской общине. А община живая, активная, во главе с пастырем, со священником, соединенная церковными таинствами, молитвой, общим делом, что в переводе означает «литургия». Община, где люди неформально собираются для слушания определенных служб, а которая живет Духом Христовым, любви к Богу и к ближним, это совершенно не уничтожимый никакими механизмами государственными, политическими или силовыми живой организмом. Потому что люди связаны любовью, верой и общими целями. Цель — это спасение души в сообщении друг с другом. И вот тогда как бы вокруг какие ни происходили процессы, если есть организованное сообщество, то всегда можно противодействовать. Что один действительно порой в поле не воин, растерялся человек, потерялся, не нашелся кому прислониться, на кого опереться, где найти поддержки. Но если община — это 70, 100, иногда тысячи человек, бывают такие крепкие, сильные приходы, где всегда есть люди, способные и договориться, и проконсультировать по юридическим понятиям. И наверняка найдутся знакомые знакомых, которые смогут походатайствовать. но и потом это просто собрание людей. Например, не так давно в нашем микрорайоне была очередная попытка оптимизировать образовательный, культурно-образовательный процесс, а на современном языке это просто сократить то или иное учреждение, которое, ну, как бы по каким-то понятиям не соответствует уровню. А в поселке на 7 тысяч человек за много лет работает всего одна музыкальная школа. Худо-бедно, но работает. И община людей, которые живут в этом поселке, не просто в соответствующие компетентные органы написали ходатайство, что мы просим, чтобы детям дали возможность хоть каким-то образом быть причастны к культуре. В противном случае дети могут вырасти наркоманами, поскольку их досуг будет предоставлен им на откуп. чиновники, они же больше всего боятся, чтобы с них спросили. А тут целая группа людей, там, несколько десятков подписей с адресами, совершенно конкретно обращаются и ожидают адекватного реагирования. Ну, и понятно, вот, такой маленький ход дал возможность в музыкальной школе сохраниться. Так вот, у нас с вами, дорогие мои, эти механизмы есть противодействия любому беззаконию и со стороны государственных органов, и со стороны каких-то взорвавшихся взорвавшихся хамов, лишь бы этот организм жил, лишь бы общины были живыми сообществами. А здесь все зависит от каждого по отдельности и от всех в общем. С одной стороны, очень многое, конечно, зависит от пастыря, но с другой стороны, и пастырь во многом опирается на помощь своих братьев и сестер во Христе. Дай Бог, чтобы мы с вами это понимали, стремились быть собранием людей во имя Христа и смотрели друг на друга, поддерживали, искали деятельной любви не только к Богу, которого мы не видим, но и к ближнему, который рядышком, который порой нуждается, иногда голодает, иногда оказывается в совершенно потерянном состоянии. Очень важно это заметить и вовремя подставить плечо. Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok